Шамбай, как даймон! Шамбай, как даймон! Боже, ну нахрена я это сделал? Нахуй я столько съел! 5 граммов! 5 граммов! Простите, ребятишки, я немножко приболел. Вот, я знаю, как лечиться, но делать что-то серьёзное, к сожалению, сейчас не могу, извините. Поэтому перебираю старые архивы и мучаю вас старыми записями. Пожалуйста, поймите правильно, что-то более серьёзное сейчас сделать, даже имея материал, я не могу. То, что я вам предлагаю сейчас посмотреть, это не только отрывок из романа «Если жизнь в Майами», это на самом деле документальный репорт, репортаж о том, что со мной произошло, когда я несколько лет назад в городе Майами нашёл псилосибиновые грибы, которые долго искал, и употребил, как требовал, то есть дозу, которую требовал известный психонавт Теренс Макена. Вот, в общем-то, все откровения, я не хочу выставляться каким-то гуру, а просто делюсь тем, какие, значит, ко мне пришли мысли при этом, что я увидел, что испытал, и как это изменило мою жизнь. Псилосибин начинает себя проявлять через час-полтора после приёма гриба. Чтобы пройти на потаёмный пляж Валуа, пришлось продираться через лесополосу джунглей. Ещё не стемнело, но Валуа попросил прихватить из машины фонарик. На всякий случай. У меня был такой китайский жучок. Сдинанг, из батареи. Мы прорвались через полосу сплошного дикого бамбука. И я присел на ещё не остывший песок пляжа. Кана свернул по хитовску с травой и воткнул в уши айпод. Вот Валуа подошёл к кромке, где останавливались вялые сегодня волны, и замер, глядя куда-то в сторону куба. Психоделики – вещества для расширения сознания. Чтобы расширить сознание, надо немного изменить настройки в биохимии тела. Наша плоть терпеть не может, когда изменяют настройки в биохимии тела. Серьёзный психоделический трип можно сравнить с тремя стадиями полёта Юрия Гагарина. Первая стадия – это кошмар, который испытал Юрий Алексеевич, когда его задрали в узкий металлический шкаф 12 апреля 1961 года. Вы только представьте, какая отсталая техника была у землян в 60-е годы прошлого века. Ведь не было ни интернета, ни мобильных телефонов, ни сенсорных экранов. Страну так и колбасило от перебоев с баночной ветчиной. Каким бы бесстрашным Гагарин ни был, тело с его инстинктами самосохранения готово сделать всё, чтобы себя обезопасить. Никакая подготовка тут не поможет. Разве что освободить до полёта кисточник, чтобы не оконфузиться прям в скафандр. Боже, ну нахрена я это сделал? Нахуй я столько съел? 5 граммов! 5 граммов! Да, значение ЛТ-50 УПС-УРЦИБИНА необычайно высок. И чтобы отравиться, теоретически нужно сожрать пару килограммов. А вдруг я всё-таки отравлюсь? А вдруг я умру? А что же со мной теперь будет? Господи, Боже! А вдруг я таким же ебанутым и останусь на всю жизнь? Слюнявым, блаженным шизоидом, не пожелав или не найдя возможности вернуться с того дня, который начнешь. Пионер накатом с лицелином. Это обостряющийся, как у жителя джунглей, вслух. Необычайно увеличивается радиус охвата и чёткость звучания. Будто при винтили к голове прибор военного акустика с подлодки или гигантские уши кенгуру. Добавляется какафония звуков, которые мы, может быть, и слышим, но трезвый мозг отфильтровывает их за ненадобностью. Всё вокруг начинает вибрировать, скрипеть, щёлкать, подпрыгивать. Напряжение достигает опадения. Кажется, ещё секунда, и корабль рассыплется на мелкие кусочки. Юрий Алексеевич сидит практически голой жопой на четвёртом Чернобыльском энергоблоке. Знает, сколько раз всё до этого момента прошло уже не так, наперекосяк, сколько собак с обезьянками сгинули и улетели не туда. И всё же находит мужество выдавить из себя. Поехали. Поехали. Сначала появилась лёгкая тошнота и напряжение в мышцах ног. Я будто бы снова в школе, а злая, сексуально озабоченная, учительница физкультуры, снова и снова гнала на жуткий кросс. Тело не имеет, дыхание словно нет, но она всё гонит меня вперёд, а я уже мечтаю упасть на землю не вдохну. Курившим все бездные каннабисы знакомо это пограничие. Галлюцинации ещё не было, но я мысленно выделил прозрачный пузырёк своего сознания и легко отделил его от мозга и вообще от тела. Должен вам сообщить, что сознание наше, это вот самое я, это точно не наше тело. И очень может быть даже и не наш мозг. Возможно, это то, что принято называть словом дух. Между мозгом и телом сейчас шёл призабавнейший диалог. Они пытались решить, как же поступить с нарастающей волной термоядерной силой, которая вдруг попала ко мне вовнутрь. Тело, как сварливая бабёнка, винило во всех своих неудобствах. Его идиотское стремление к никому не нужным знаниям, которое доставляет теперь всем столько жутких неудобств. Мозг ляло отмахивался, говоря, что скоро должно стать немного получше. Это временное неудобство. На пути к великим открытиям тело злилось, что его забыли спросить. Перед тем, как засунули в него этого траву, а дурацкий мозг и бестолковое сознание так фанатично поглощены саморазрушением. Из всего их трёпа я сделал вывод, что они живут вместе уже много-много лет и бронятся без особого зла, как старые супруги. Мозг сказал, раз уж тебе так плохо, давай, переводи страдания и удар вверх, в меня. Тело повиновалось. И ещё мне вдруг чётко и ясно стало, как же они безумно, породительски, любят вот этот маленький прозрачный пузырёк, которым в тот момент и был я сам. Тут же тошнота, сердцебиение и странная сонливость, постоянная зевота и мерзкий липкий пот прошли без остатка. Удар обрушился на мозг. Битва перешла в его плоскость. Ко мне подкрался Кану и вдруг заорал в самое ухо, не вытаскивая белых наушников. Ну что, дебил, нравится? Этого ты жаждал? Пять грамм, пять грамм! Вот тебе галлюциногенные грибы, вот тебе пять грамм, придурок! Глянь-ка вон туда! Гостеприимный и тёплый океан, секунду назад плескавшийся, как дитя, где-то рядом, вдруг разозлился. В его середине мгновенно выросла волна высотой до неба. Цунами! Волна была чёрной, необъятной, как Килиманджаро, и двигалась на нас со скоростью света. У цунами был свой звук. Высокочастотный гул с присвистом в таком диапазоне, что в жизни не услышался. Натреслый гул. Гул нарастал и сплошь состоял из моего панического страха и ужаса. Я за день до трипа провёл почти сутки в машине. Перед отъездом накачал из сети всякой дряни и прогнал эту канализацию через собственную голову. Как выяснилось, издевательства над мозгом не проходят без следа. Фильмы о Ходорковском, мавзолее Ленина, звезде Путина. Теперь в пограничном состоянии звуки кинокадавров стали незваным образом проявляться прямо в голове. С надеждой подумал, что цунами, как и кино, тоже просто галлюцинация. Но глянув на ужас, написанный на лицах Валоиса и Кана, сразу же поверил в её реальность. И что самое ужасное, в неотвратимость. Бежим! Бежим! Факин, перефакин! Быстрее! Быстрее отсюда! Я заметил, что говорить по-английски стало очень неудобно и чуждо. Как принимать ванну, не снимая зимнего пальто. Я пересчелкнулся на русский и тут же сделал открытие, что и Кано, и Валуа тоже прекрасно им вводеют. Удивляться и теоретизировать по этому поводу совсем не оставалось времени, потому что волна уже поглотила саму кромку пляжа. Мы соскочили и бегом рванули в бамбуковые заросли. Надо к машине прорваться, дать по газам и, может быть, если гол даст, нам ещё удастся спастись. Шириной бамбуковая лесополоса была всего метров, ну, я не знаю, двадцать, ворвались в неё и долго бежали на пролом, как флоридские сайгаки, напуганные визитом аллигатора. Кстати, об аллигаторах. Ведь тут реально могли бы быть аллигаторы, боже мой, майами, да их полно небольших таких заросших тростников прудов со знаками на берегу для рыбаков. Осторожно, рыболовы, хуевы, смотрите, чтоб самих никто не изловил бы на завтра. За конечность. Здесь есть аллигаторы, зараза. И тут я понял, что мы способны общаться, даже не производя звуков рт. Валуа ответил в моей голове. Нет, тут не должно быть аллигаторов. Успокойся. Акана заверещал. Конечно, конечно, здесь уйма аллигаторов, они прямо кишат в этих джунглях. И действительно, это уже была не узкая полоска бамбуковых зарослей, а настоящие джунгли Амазонии. Деревья и бамбук меня возненавидели. Они хлистали по лицу, подворачивали ноги, обрушивались на мозг потоком пугающих звуков. Мы бежали сквозь бамбуковый пулелом минут сорок. Но машины и дороги, рядом с которым она послась, так и не нашли. Псилотибиновый трик похож на пограничное состояние, в которое погружается мост перед тем, как мы уснем. только длится это состояние часов шесть. Так же, как и во сне. Если со стороны прошло минут пять, то внутри сна этих пяти минут, вот этих самых, возможно нагромоздить события нескольких лет. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, время в трипе, как и во сне, весьма относительно. И нам повезло, что показалось, будто мы бежим минут сорок. Ведь могло показаться, что бежим сорок лет тьмы египетской. В голове возник голос валуа. Где фонарик? Ну дай же мне фонарик! Нужен свет! Я дал ему жучка, и к звукам ночных джунглей теперь добавился грохот китайской динамо-машинки. Совсем не добавило мне комфорта. А еще свет забрал комфорт у Кана. Я вдруг услышал его мысли обо мне. Ну и мудак! Ну и мудак! Нет, чтобы сидеть под кондиционером, кушать стейк, смотреть на девочек, лазит тут по джунглям ночью, обожравшись каких-то поганок. Ну не идиот ли? А фонарик у него какой? Ну ведь лузерский фонарик, ну лузерский фонарик. И вообще странный какой-то на всю голову. Зачем мне это? Я хочу домой! Я хочу домой! За его последнюю мысль насчет домой я и ухватился. Скорее в мотель! Скорее в мотель! Там моей жизни ничего не будет угрожать, и я расслабившись, может быть, если повезет, даже получу приличный трип. Я выхватил мобилу из кармана. Гамма цветов сенсорного экрана, который восхитительно смотрелся на трезвую голову, сейчас выглядела ужасно. Цвета стали неестественно яркими, размытыми. Сам телефон был чужд, как звуки остывающего, мертвого двигателя на ухо доносера. Я снова надел очки, потому что думал, экран будет выглядеть лучше, а он выглядел еще хуже, какой-то оплывающий воск картин Сальвадора Дали. Телефон ужасная штука, понял я, и быстро набрал Тараса. Тарасик, миленький, приезжай, помоги мне, ну пожалуйста, мы обожрались тут какой-то дрянь, и я кажется скоро умру. Тут еще цунами настоящее было, приезжай, пожалуйста, ну, спаси меня. Бу-бу-бу-бу, мамсик, подумал Кану, да как же я приеду, машина что у тебя? Возьми такси, Тарасик, ну пожалуйста, ну спаси, ну спаси меня, у меня жена, дети, ну сам же знаешь, ну приезжай. Хорошо, хорошо, успокойся. Куда ехать-то? Куда ехать? Действительно, куда? Где находится этот окруженный джунглями пляж, который только что, вот буквально секунду назад, чудом, просто чудом миновал удар от цунами. Валуа, Валуа, где мы находимся, Валуа? Я хочу домой! Валуа подошел ко мне и сказал, успокойся, все в полном порядке, весь мир, и ты, и я, и цунами, и Тарас, все находится вот здесь. Он коснулся пальцем середины моего лба, и я вдруг стал совершенно трет. Это тоже штучка псилоцибина. Псилоцибин это сегья из сотен коротких снов-трипов, перемежающихся с кристальной трезвостью. Это как переменка между уроками. Главное, заметить вовремя, что урок начался. От этого, к сожалению, не всегда удается, и бывает до смешного доходит. Слушай, Тарас, ну прости, бро, да все нормально, я так веселюсь здесь слегка. Не поднимай больше трубу, даже если буду названивать как упертый. Хорошо? И ехать никуда не надо. Все окей с нами, все нормально. Спокойной ночи, ага. Увидимся утречком. Я глянул на часы мобильника и обомлел. Мне казалось, мы находимся на пляже минимум часа полтора-два, а прошло всего лишь 22 минуты земного времени. Адриан Кано предложил свалить отсюда назад к цивилизованным людям. Какой-нибудь клуб, мнения разделились. Я был категорически против цивилизованных людей. Я был против управления автотранспортным средством в таком состоянии. состоянии. Вернее, в таких состояниях. Потому что на ухо-доносых решил измениться и вдруг стал переливаться всеми цветами радуги, как терминатор-2. А потом вообще взял и превратился в огромную ртутную каплю. Это было фантастическое зрелище. И мы уставились на ртуть, сразу прекратив телепатическую перепалку. Я уже был собирался рассказать пацанам, как квартирующего в Зиккурате на Красной площади Ульянова приложило так, что он решил, будто в мире нет ничего, кроме движущейся материи. Но тут рядом с ртутной каплей возникла еще одна капля. Ярко-желтая, как звезда. От звезды явственно несло бензиновый гарю. В моей голове включился анализатор, о котором я раньше и не подозревал. Он разбил запах бензина в многоцветный спектр и тут же выявил сорт нефти, из которого бензин был выгнан, а также конкретное место добычи. В мозгу запустилось приложение Google Земля и на карте где-то в районе Персидского залива замигала точка месторождения. Она увеличивалась до тех пор, пока я сам не оказался в полуденном зное где-то к югу от объединенных арабских эмир. от яркого солнца стало резать глаза и тут же на лице синтезировались очки. Мимо промчались бедуины верхом на верблюдах и что-то весело мне прокричали, подняв кучу пыли. Когда пыль наконец насела, возникла лора аламита. Желтая капля оказалась такси маркой Toyota Camry. Вы че обожрались, ребята? пытливо спросила она. Ну, не так, как бы сказал участковый присуток. Вы че обожрались? А с легким таким тевичьим любопытством. Вы че так бесславно приторчали, ублюдки? Мне он Тарас звонил два раза. Я мгновенно продрезвел и спросил. Лора, ты узнаешь это место? Самое главное, ты мне скажи, менты сюда не заявятся? Менты? Да что ты! Тут даже аллигаторов наверное нет. А можно я моего бэйби украду от вас, а? Пожалуйста, я вам не обломаю, мальчишничек. Да забирай его ко всем чертям. Спасибо. Она проводила кана, который оживленно говорил сам с собой, часто повторяя. Любовь? Именно любовь! Конечно же любовь! 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 Рядом материализовался валуа. Ну что, брат, кажется, выскочили на орбиту, а? Ну, поздравляю, поздравляю. Сейчас уж помягче пойдет, как на горном плато. Действительно, он был прав. Мы миновали первый уровень набора высоты, когда все скрипит, вибрирует от стартового рывка и грохота. Психонавт Гагарин выскользнул на орбиту в полную тишину, покой и вековое сияние звезд Млечного Пути. Самое главное для нашего Гагарина сейчас было поскорее прилечь. «Слышь, давай на пляж вернемся, предложил Волуа. Я вспомнил марш-просок через джунгли Камбоджи и сказал, что, пожалуй, лучше припухну прямо в машине. «Гениально», сказал Волойс, «именно там твое место и есть». Он поперся на пляж в полном одиночестве, а я загасился на заднем сидении машины и закрыл на замок все двери. Тут фраза «Не повторяйте это дома» совсем по отношению к психоделикам неуместна. «Именно дома» и повторяйте, там, где можно спокойно сбросить тело, как не сбрасывают мусор, а вот как будто дорогую одежду, к которой потом предстоит вернуться, сложить все аккуратненько и повесить на плечики в безопаснейшем месте. Тогда душа перестанет переживать и вы возрадуетесь». В машине моей я понял, что имел в виду Волуа. говоря, что там твое самое место и есть. Каждая молекула машины была такой родной, как плацента матери, а сама машина прямо аж расцвела от радости, когда я в нее сел. Теперь я понимаю, знаете, отчего хиппи разрисовывали яркими цветами свои Volkswagen. Так машины в трипе именно и выглядят. Картина называлась «Весна на вухе до носра». Из середины панели изошло четыре волнообразных потока ярких цветов. Один поток проецировался на потолок, второй нашел место между моих ног на полу. Два остальных принялись расцвечивать стены. Голова отхудела, и я невольно глянул вниз на цветочный поток. Цветы не были копьями земных обращиков. Это были очень красивые но холодные цветы созданы компьютерной программой. Я стал пробовать анализировать код этой программы или хотя бы определить язык программирования, на котором она была написана только постепенно ноги стали сливаться с потоком цветов на полу и совершенно неожиданно поток втянул меня, и я сам стал этим волшебным бесконечным переливающимся ярким потоком. Получается, что прибывшие из космоса грибы целенаправленно нас уничтожают. Но для чего они устраивают этот геноцид? Грибы, естественно, в кавычках, образно говоря, воспринимают окружающую их жизнь, окружающие их биообъекты, во-первых, как конкурентов, конечно. Я сказал я, а меня уже и не было. То, что было бузырьком сознания, вот тогда, в начальных стадиях, объединяющим реальность, оно исчезло, а все остальное осталось. Просто я в нем растворился без остатка. Стерся напрочь. Остался только один сплошной яркий цветочный поток, который был и машиной, и майами, и мной, и моими собаками, и валуа, и даже бомжом-лицеистом в синем комзоле. Всем тем, к чему за всю жизнь я хоть раз прикасался, бросал взгляд или вступал в контакт. Вы понимаете? Вернула мысль, что я и есть созданная мной реальность. Вернее, сотворенная мной, потому что я творец. И мир мой был прекрасен, если бы я жил в любви и в согласии со всеми и с собой. И никогда в жизни не смотрел бы видео на ютубе и новости канала НТВ. Чем меньше мы обижаем окружающий мир и засоряем мозги выпусками новостей, тем легче потом в чистилище и в цветочном потоке. Весь наш мир это мысль. Вначале было слово, и это слово было с Богом, и это слово было Бог. По-гречески слово это логос, а по-китайски дао. Вот машина, в которой я сейчас сижу, окей? Вернее, лежу. Я невольно почувствовала жалость к странной позе своего измученного тела. Вот эта машина моя, она материальна? Безусловно. Но до того, как стать машиной, она кем была? Чертежом. А чертеж был изначально мыслью в голове дизайнера. Так что ж получается теперь, мысль не материальна или материальна? А? А если учесть относительность времени, то мысль в голове это одновременно и чертеж, и готовая машина, и мой навуходоносор. Ай да и лич с его движущейся материей. Ах! Цветочный поток, который есть и машина, и мысль дизайнера, вот о чем Ленин-то твердил. Это все одна сплошная движущаяся материя. Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть. Что начало быть? Как только мы поймем, что словами и мыслями можно создавать реальные объекты, Уолл-стрит наебнется окончательно и бесповоротно. Не слово было у Бога в начале, а мысль в середине лба. Он нас подумал, да нет же, прошедшее время здесь не подходит. Он нас сейчас думает, время-то относительно. Часы на мобиле показывают не время, это секундомер нашего пребывания в теле. Время в теле, увы, не вечно, а довольно ограничено. ...называли пищей богов, а древнекитайские философы едой гениев. Египтяне именовали богами смерти, а древние славяне считали оборотнями. Это грибы. Биологи теряются в догадках, к какому классу их причислить, к растениям или к животным. Они существуют и развиваются по своим непонятным науке законом, а их структура кардинально отличается от всех других земных организмов. Те что, в прошлый раз мало было, не все прочувствовал, мультфильмы решил посмотреть, поразвлечься. Ему перебил гриб ребенка. А может он навсегда хочет остаться и играть тут с нами, из него хороший гриб выйдет, хороший гриб. Я снова перепугался. Моя судьба, судьба моей семьи, всех моих мыслеформ принадлежат сейчас безраздельно одним из самых простейших по человеческой классификации существам пищевой задучки. Ну, простите меня, грибы, ну, помилуйте меня, я честно, больше не ни. Зачем? Зачем себя травить? Жизнь так прекрасна. Я хочу жить, жить, хочу домой, к семье. Отпустите, пожалуйста. Ты, друг, конечно, извини, но вот я никогда не понимал вашу обезьянную логику. Твоя семья Чикаго, а ты, вон, с малознакомыми людьми ночью на безлюдном пляже в одном из самых криминальных городов вашего безумного мира пичкаешь себя психотропными веществами внеземного происхождения. Если что-то и отделяет тебя безграмотную и бесталковую обезьяну, воображающую себя то великим гангстером, то великим писателем от твоей семьи, так это ты самый и есть. Хочешь быть семьей, так это будь семьей. Тебе что, по буквам продиктовать? Ой, ну простите, грибы, ну простите, я исправлюсь, я исправлюсь, ну я, ну я честно словно, не буду больше ни гангстером, ни писателем. Да почему же? Да будь кем хочешь, ну, да хоть он автомехаником, это ведь тоже у тебя в голове, вот. Но самое главное, будь счастливым. Это суть. Будь счастливым, и вокруг тебя все зацветет, и пространство, и время прогибаться начнет. А что, надо для счастья? Любовь. Любовь надо иметь в сердце. Вот и все. Любовь. Все ваши меланхолии дело временное. Тоска на душу. Ну, поспи часок или бокал вина выпить. Люби даже тоску. Как же без ночи узнать, что пришло утро? Не говори, я так это ненавижу. Ищи, ищи все, что можно в этом полюбить. Вот смотри, в следующую секунду я оказался муравейником в лесу города Вышний Волочок Московской губернии. Я был муравьями, маткой, яйцами, личинками и самим муравейником. Муравейник это одно целое. Живой и радостный организм. Каждый делает свое дело, никто никого к этому не призывает, все это делают добровольно, как говорится, от каждого по способностям, к каждому по труду, потому что дело-то любимое, и все муравьи, они просто прутся от гармонии. Не должен муравей-солдат собирать еду, а матка, она не должна строить защитную стену. Когда один из муравьев падал и тонул в луже, или его давила нога прохожего на проселочной дороге, нам всем на секунду одновременно становилось больно. И тут я понял, что нужно людям. Нужно дать всем заниматься тем, что они любят и для чего предназначены. Не надо заставлять учителя физики собирать в поле хлопок. Бродский был поэт, а не тракторист. А нужны нашему муравейнику оба, и поэт, и тракторист. На секунду у меня родилась мысль навсегда остаться муравейником в вышлем волочке. Грибы снова выволокли меня обратно в ту субстанцию, которая могла бы стать всем, всем чем угодно, а поэтому безымянно. И мы продолжали диалог. Ну и как? Понял что-нибудь? Да, классно все-таки быть муравьем. Спасибо большое. Какой он идиот! Серебристо засмеялся Гриббэйби. Ты, ты и есть муравей, примат несчастный. А земля это ваш муравейник. И литература его небольшая часть. Как только вы сообразите это, каждый получит возможность заниматься любимым делом. При этом никто не пострадает. Все только выиграют. Эффективность и КПД увеличатся. Надо просто любить все и всех, а не поливать друг дружу свинцом и напалмом. Писатели пишут книги, мушкетеры становятся доверенными лицами кардинала. Истина вот она. И я снова увидел пронизывающий все цветочный поток. А знания это ваши вторичные первичные только муравейник. Верьте в любовь, верните ее в муравейник и заживете как люди. А знания и наши технологии следом за любовью придут. Это ведь естественная эволюция. Знания уже в вас заложены. Осталось только лицензию активировать. Ладно. Какие у тебя вопросы? Давай по-быстрому. У тебя время скоро выйдет. А вот скажите мне, грибы, я правильно живу? Да какие же дубовые вы человеки. Железобетон вместо мозгов. Мы кому уже битый час тут объясняем, как жить надо правильно? Ты правильно живешь? Нет? Так зачем ты у нас спрашиваешь, если сам знаешь? Глянь, вот тебе еще один пример. Вдруг я оказался внутри семени какого-то растения. А то, может и не растение, это уж мне предстояло решить, чего или кого. Внутри семени все похоже на батискав. А настройки расположены в виде цепочки молекул ДНК. Вы меняете настройку, и семечко становится помидорным, или яблочным, или конопляным, или пьюком утреннее сияние. А может быть струлью или зима. Вы можете задать день, когда должен появиться первый лист, первый плод, сколько всего этих плодов будет, и какого они будут опыта. Внутри семени вы выстелен мир. А если вникнут в настройки, и вдруг понимаешь, что не обязательно ограничиваться этим семечком, можно настроить и цвет облакон в небе, и температуру воды в океане, и форму береговых линий континентов, а также покрыти женской особи при оргазме. Все, что угодно есть в настройках внутри семени. В ДНК. А потом все, что вы настраиваете, будто проецируется в середину лба. Мы это видим, осязаем и называем реальностью. Если хотите понять, как это, но без грибов, садитесь и сочиняйте рассказ. Создайте новую реальность. Открытие меня немного опечалило. Увы, вся эта красота окружающего мира это просто сон, увиденный нами за секунду до пробуждения. Жизнь души в земном теле это трип. И этим сном легко управлять, делая его веселым и счастливым или жутким и суицидальным. Всего лишь выставив настройки в голове. Нельзя позволять мозгу себя мучить. Его надо упражнять, но не выпусками новостей, а переводами с древнегреческого, например. Тогда ему будет не до меланколики почечной. Понимаете? Есть и благая весть. Смерти, то есть того, что мы всегда боимся и ожидаем с ужасом. Смерти-то ее и нет совсем, потому что и жизни как таковой тоже нет. Просто луч проектор в темном кинозале, который ненадолго уперся на своем пути в белую простыню экрана. Убери экран, а луч все равно останется. Просто не видно его будет. Поэтому, чтобы на этой стороне что-то осталось, надо натягивать экраны. Детей хорошо воспитать или написать книжку, чтобы грело кого-то и не только на растопку. Понял, как весело быть семечком. А теперь пороски мозгами, насколько круто человеком быть. Просто вот все вот здесь вот, грубая сила коснулась лба и здесь волна прошла через то место, где должно было быть сердце, обладая в тот момент телом. Любовь, друг, через нее все и работает. Это запомни и соплеменникам своим передай, там у вас многим может пригодиться, каждому третьему. После этого голоса грибов исчезли, а я открыл глаза на сиденье на ухо Доносра. На моем лице блуждала глупейшая, счастливейшая улыба. Солнце над океаном сказала мне «Good morning» и превратилось в гигантский смайлик. Металлический пузырек с огромным парашютом и Гагарином внутри тихо опускался на зеленую цветочную планету Земля. Зазвонил на мобиле скайп. Это была моя бабушка. Неужели я ей звонил из трипа, а? Напугал, наверное, бедную вот придурок. Как ты, сынок? Хорошо, бабуль, отлично, просто. Я тебя очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно люблю, бабуль, и всех очень-очень-очень-очень сильно люблю. Ну и молодец, и слава богу, а то я сон нехороший про тебя видела, будто ты умер. Все хорошо, бабуль, уже воскрес, я вот только этот баб, я брошу, наверное, эту работу без семьи, майами, не майами. Я вообще сомневаюсь, есть ли такой город вообще или просто очередная утка клозетная. Вот и правильно, я давно хотел тебе сказать, всех денег не заработаешь, а состаришься, они особо и нужны-то не будут. Вон, сынка как взрослеет, упустишь, упустишь, любовь близких и время собственной жизни, какие бы деньги за это не платил, не купишь. Акцент, которым бабушка выделила слово любовь, заставил меня на секунду заподозрить, что это грибы звонят мне по скайпу. Но я прогнал эту мысль. Хотя тут я вдруг вспомнил, что бабушка несколько лет назад умерла, а я даже не смог съездить к ней на похорону. Все-таки время настолько относительно, и ехать за рулем мне еще немного рановато. Я благодарен, грибам, за возможность вживую пообщаться с бабушкой. Спасибо. Я вам больше не работник фирмы, поняли? У меня ключи от ворот добра и зла. Ваши бумаженцы с президентами меня больше не обманут. Никогда в жизни пора играть в игры взрослых, прогибать пространство и время искусством слов. Тот, кто принимает псилоцибин, не видит причины делать что-либо в частности и обнаруживает, что большинство причин, по которым он обычно готов был действовать раньше и страдать, глубоко неинтересны и не имеют абсолютно никакого значения. Запах Старбакса я почувствовал за полмили, как собака. Когда я парковался у кофеюшника, то увидел старого бомжа в синем олимпийском камзоре. У Старбакса я подбежал к бомжу, обнял его и прокричал «Доброе утро, сэр! Как прекрасно сегодня светит солнце!» Потом я вытащил из кошелька баксов 200, целую кучу ворованных у глобуса двадцаток и протянул старику. Бомж улыбнулся, покачал головой, взял только сорок баксов и сказал «Отвези лучше сынка в Диснейленд!» Потом он сел завтрак от своими огрызками из урны. Деньги, сынок, это вода! Вода! Течет между пальцев! А жизнь без воды бывает? А жизни без воды не бывает! И без денег жизни нет! Но вот запасать денег много не надо! Не надо! Ведь ты же не запасаешь воду, а? А воздух? Воздух тоже не запасаешь! Вот и деньги не запасай! Не надо, деньги запасать! Поезжай! Заждались тебя уже, наверное! Я попрощался со старым грибом в синей куртке и поехал в мотель 6. В номере мотеля я, потихоньку, стараясь не разбудить Тараса, скинул сумку шматьё и отостал письмо Эмиль Фарбу об уходе с работы. Не вижу логики жить в Чикаго, а на работу ездить в Майами. Работаю я ради семьи, но если я эту семью не вижу, нахуй такую работу. Дорога домой в одиночку без напарника и стимуляция будет очень-очень долгой. Но со стимуляциями я всё, честное слово, я всё. Помидоры и огурцы буду выращивать. Это честнее, чем продавать поломанные ноутбуки в три дорого. И книжку напишу, как бессмертный Меритуков. Пусть её никогда не издадут. Писать надо. Когда мы пишем, то создаём альтернативную реальность для близких друзей. Порадовать их в момент отчаяния, чтоб тоже побыли немножко не от мира сего. Нет счастья в издании миллионным тиражом. Благодарные граждане в основном один хуй не будут читать. Просто захотят автографа, как от бедроса Киркорова, и поставят пылиться на полку, как Ленина в Мавзолее. А что напарник? Напарник. А Навуха Доносор разве мне не напарник? И потом, кто вам сказал, что я куда-то тороплюсь? Я больше никогда и никуда в жизни не тороплюсь. Извините уж, выпал из обоймы. Сгорел на работе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok